У малого предпринимательства важная социальная составляющая – это создание новых рабочих мест. Но главное для бизнесмена – получение дохода от своей деятельности. И здесь важно одним из первых почувствовать, что необходимо городу сегодня. Сергей Мокров, например, внедрил проект под названием «Электронное кафе». Это новый формат торговли, который позволяет снизить издержки предпринимателей на аренду. В Сочи, она, к сожалению, очень высокая, снизить издержки, связанные с персоналом. Это так называемый вендинг, когда есть возможность предоставлять покупателям горячую еду с минимальным количеством затрат. Стоит автомат, если вспомните газированную воду, представьте, что помните газированной воды, можно купить вполне качественную горячую еду. Или холодную еду, по вашему выбору, там же имеется холодильник. Я на эти цели получил субсидию, сейчас развиваю сеть и выхожу на рынок. В Сочи была принята программа поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Она будет работать до 2017 года. Глава курорта на встрече с предпринимателями объяснил, работать как раньше в стихийных лотках и палатках невозможно. В этом году 130 нестационарных объектов торговли в Сочи по просьбе предпринимателей были включены в схему дислокации. Иными словами, смогли работать на законных основаниях. Это небольшие ларьки и магазины, в основном сезонные точки, которые получили запрет на торговлю из-за несоответствия в том числе архитектурному облику. Городские власти разрешили им начать работу, чтобы не пропустить сезон, но с условием параллельно приводить в порядок свои объекты. У Сочи уже есть свой разрекламированный и очень привлекательный облик, отметила Анатолий Пахомов. И предпринимателям стоит учитывать крупные мероприятия, которые проходят в городе. Достаточно только изучить спрос и понять, что нужно, например, гостям Красной Поляны или посетителям ледового шоу Авербуха. Но, уточнен глава, ориентироваться надо быстро. Вы сами изучите, сколько там сегодня возможностей, какие возможности. И не только в торговле с сувенирами, и не только в торговле с шашлыками. Это огромное. Надо понимать, что людям надо. И мы это все можем, уже готовиться надо. Если мы это не сделаем, я с Роза Хутор разговаривал, они говорят, ну если местные не заходят, мы везем откуда хотим. Анатолий Пахомов отметил, в связи с санкциями дорога для отечественного товара открыта. А Сочи – это благодатный край для выращивания чая, орехов, цитрусовых. Мы должны сегодня первое сделать – это производство сельхозпродукции. И такие условия в селах города Сочи мы создаем. Имеется в виду, газ приходит практически во все села. На заседании Координационного совета обсуждались и вопросы взаимодействия сочинских предпринимателей с энергетиками и представителями водоканала. Собравшимся был также представлен уполномоченный по защите прав потребителей в Сочи Тарас Ярош. Елена Осецна, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!